Солнце в Зените. Карьер на Форштадте рядом с 17-й школой. Сотрудники ОМОН совместно с инспекцией по маломерным судам обследуют береговую линию. В поле зрения попадает резиновая лодка. Мужчина явно занимается браконьерством. Да и о собственной безопасности не позаботился. Отсутствует спасательный жилет. Вину осознал. Очень частые нарушения на водоемах происходят из-за того, что судовладельцы не берут с собой судовой билет, сертификат на право управления маломерным судом, то есть техосмотр, также жилеты. За нарушение управления маломерными судами предусмотрено предупреждение и штраф 0,5 базовых. Следующая остановка – несанкционированный пляж возле очистных. Двое нетрезвых мужчин после водных процедур отдыхают под кустом. В обстановке далекой от эстетичной. Рядом пластиковая бутылка с горячительным. Здравствуйте, милиция. Здравствуйте. Как дела у вас? Что случилось? Они его помыли. Помыли. Знаете, что покупание запрещено здесь? Почему вы в состоянии опьянения не находитесь здесь, вблизи водоема? Любителей выпить доставляют в отделение милиции для дальнейшего разбирательства. Следующий пункт – пожарный водоем в Киселевичах. Месяц назад здесь утонул подросток. Тело 14-летнего мальчика нашли в трех метрах от берега. Но трагедия явно ничему не учит. Женщина непринужденно плавает в опасном озере и, кажется, не задумывается о последствиях. В Бобруйске закупальный сезон стихия унесла жизни семи человек. Из них двое – несовершеннолетние. Все взрослые погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети из-за того, что одни купались в неустановленных местах. Сотрудники УВД Бобруйского госполкома с другими заинтересованными лицами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в местах массового отдыха граждан. С начала купального сезона на территории города Бобруйска было привлечено 94 человека за распитие и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в местах массового отдыха граждан, то есть вблизи водоемов, а также 64 человека было привлечено за купание в неустановленном месте. В городе действуют четыре санкционированных пляжа. Центральный, в Приберезенском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория Шинник. Здесь оборудованы раздевалки, душевые и туалеты, есть питьевые фонтанчики, летние кафе. Дежурят спасатели. Ежедневно берутся пробы воды. По результатам лабораторных исследований, проведенных 9 августа текущего года, выявлено несоответствие на всех четырех пляжах разрешенных. Поэтому у нас продолжают действовать ограничительные мероприятия. Полностью запрещено у нас купаться на пляже Центральном и на пляже санатория имени Ленина. На пляжах санатория имени Шинника и на пляже 6 микрорайона ограничено купаться только детям. Жара не отступает. Вместе с ней накаляется обстановка на запрещенных пляжах. Спасатели практически ежедневно фиксируют новые жертвы летнего отдыха. С начала года в Беларуси утонуло уже 272 человека. И это прямое доказательство. Вода ошибок не прощает. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.